Добрый вечер! 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 Обязательно объяснить ребенку, что ты можешь здесь биться как хочешь, орать, но машинку ты не получишь. В машинке сегодня не твоя очередь. Точка. И здесь очень важно выдержать родителю, оставаться спокойным и быть последовательным. Через какое-то время ребенок поймет, что ничего не будет. И можно дальше пойти, если хочешь, можно ему предложить вот что. Если хочешь, ты сейчас встанешь и пойдешь со мной, или встаешься здесь, лежишь и орешь. И подождать можно даже несколько минут, пока ребенок не переварит. Например, можно ему сказать, здесь еще есть в магазине много мест, куда я собираюсь зайти. Для тебя, для нашей семьи. Посмотреть, если хочешь, идем со мной, либо ты можешь остаться здесь и орать. Давать ему выбор и подождать какое-то время. А если ребенку два с половиной года, он способен осуществить этот выбор? Мы часто думаем о детях гораздо хуже, чем они есть. Если дать какое-то время, не торопиться и не тащить за собой, и не рвать этого ребенка, и не паниковать, и не говорить им, лишь бы ты только заткнулся на тебе свою игрушку, грубо говоря. Чуть-чуть терпения. Любым родителям необходимо чуточка терпения, чуточка любви к своим детям и последовательность. Вот три важнейших, четыре, еще четвертый порядок. Вот четыре кита, на которых базируется вообще воспитание и жизнь. Это терпение, доверие, любовь, порядок и последовательность. В своих действиях нужно быть последовательным, чтобы ребенок знал, что родители, что бы я ни делал, он будет поступать так-то и так-то. Особенно в таких случаях. Потому что если родитель особенно, если родитель сегодня, ему удалось выдержать, на следующий день у него настроения нет, и он сделает все, лишь беременно замолчал, у ребенка будет сбой в программе, он не понимает, в какой порядок. Есть еще один замечательный трюк. То, что я сейчас сказала, это был не трюк, это как договариваться с ребенком, заключать с ним контракты, давать ему выбор. Как правило, как правило, ребенок полежит, подумает, машинку я тебе все равно не куплю искать, тебе нужно спокойным, твердым тоном. Машинку я тебе все равно не куплю сегодня. И у меня в планах еще есть, можно какие-то, я не знаю, куда вы собираетесь с ребенком еще пойти, может быть, какие-то интересные для него вещи, в кафе пойти или еще куда-то. Вспомнить, что может его заинтересовать. Что я собираюсь пойти в тот-то отдел или туда-то еще. У тебя есть два варианта. Ты можешь остаться здесь и орать, но я все равно уйду. Либо ты можешь встать и пойти со мной. И подождать немножко. Дать ребенку время осознать. Второй трюк, который я видела, который сработал шикарно. Это немножко такой провокационно-гипертрофированный. То есть, когда родитель... Я была свидетелем того, когда в возрасте полутора лет девочка начинала, это была девочка, полтора, около двух лет ей было. И вот она была с мамой у бабушки в гостях и вот начинала добиваться своего таким образом. Падала на пол, кидалась, била ногами, ее все выкручивала. Никто не знал, что с ней делать. Ни бабушка, ни мама, ни родственники ее успокаивали, ее предлагали ей то и все. Не помогала. Через какое-то время приехал папа в гости. И когда она в очередной раз кинулась на пол, он сел и сказал, посмотрите вы, ай-яй-яй, как ты красиво умеешь по полу кататься. Ну-ка, ну-ка, ножкой, ну еще, еще, сильнее, покажи. Не, это слабо, давай сильнее. И он это так сделал, гипертрофировал все, что она делала, что у нее пропал весь интерес. Все, она поняла, что эта схема не работает. И с тех пор раза два-три еще попыталась повторить, а вся семья взяла это на вооружение. И все, никто над ней не смеялся, просто сделали из этого шоу, сделали, ну давай, все, супер, класс, покажи себя, как ты, давай, силы много, вперед. Во-первых, это дало ребенку выразить себя и понятие того, что к нему отнеслись серьезно. Но в то же самое время у нее ничего не оставалось делать. Она подумала, что просто неправильно поняли ее родители. Я не знаю, что она поняла. Факт в том, что раза два-три она это повторила и потом делать перестала. Так что вот такие с маленькими детьми нужно к ним относиться серьезно. И нужно понимать, что они очень-очень-очень многое понимают, и что они не такие глупые, как мы о них думаем. И часто, когда я вижу, когда взрослые люди сюсюкаются с детьми, меня это наводит на размышления. Здесь я могу тем, кто интересуется, порекомендовать одну книгу. Я ее не видела в продаже, но я видела ее в интернете. Это переводная книга, она называется «Я с солнца». «Я с солнца». «Я пришел с солнца». Эту книгу написал, по-моему, мальчик. Он начал ее писать, вернее, родители его начали делать заметки. Когда ему было года три, они стали замечать какие-то особенности. Что он говорит, как он говорит, какие вещи он произносил. Они удивлялись очень. Они были наблюдателями, стали делать заметки. Когда ему было лет шесть, он стал сам кое-какие-то вещи рисовать, книжечки. Он стал делать книжечки, рисовал и стал уже подписывать. И потом, когда ему лет семь-восемь было, им повезло, и они встретились с одной женщиной, издателем. Она прочитала, увидела эти записи, его рисунки. Сначала она хотела писать книгу о нем, а потом, когда она увидела все это, она сказала, нет, какой о нем? Он, он, автор. И вот достаточно толстая книга. И там она состоит из жизненных историй, из жизненных диалогов, из размышлений мальчика о жизни, о Боге, обо многих вещах. Невероятная книга, очень интересная. И когда она попала в мои руки, я ее прочитала, и у меня кардинально поменялось отношение к детям. Кардинально. Я стала совершенно по-другому их видеть, я стала совершенно по-другому с ними разговаривать и на них смотреть. Так что могу порекомендовать и родителям прочитать эту книгу обязательно. И всем тем, кто интересуется, в интернете ее можно найти. Не помню, кто ее перевел. По-моему, зовут женщина Марина, фамилию не помню. Могу ошибиться. Может, Мухин, не помню. Но я набирала, мне ссылку скинули. В принципе, можно даже подумать, если я ее найду, если это возможно, мы можем в конце нашей передачи эту ссылочку скинуть на эту книгу, чтобы наши читатели уже и зрители могли ее почитать, потому что она очень любопытна. Да. Хорошо, давайте следующий вопрос, который у нас продолжает нашу прошлую тему. Добрый день, Диана, меня зовут Ольга. Можно сказать, я была в свое время рано повзрослевшим ребенком. Так как после меня родились двойняшки, и матери было очень тяжело уделять внимание всем. Летние каникулы я проводила у бабушки, которая фактически мне заменила мать эмоционально. Как результат, с мамой отношения наладились только, когда я закончила университет. И с одной стороны, я понимаю, что моя ранняя взрослость помогла многого добиться в жизни, образование, хорошая работа, опора для родных. А с другой, мой внутренний ребенок ищет заботы и часто чувствует себя никому не нужным. Вопрос. У меня подрастает дочка, хочется воспитать ее самостоятельно, похожей на себя. Но иногда я боюсь, чтобы ее голодного ребенка не накормил кто-то другой. В чем там вопрос был? Вот вопрос о том, видимо, как накормить собственного ребенка, который ищет заботы и часто чувствует себя никому не нужным. И воспитать дочку. Да, у нас получается, что это письмо как бы состоит из двух частей. Первая часть имеет непосредственное отношение к нашей нынешней теме, поэтому мы на нее ответим чуть позже, именно в ответе на это письмо дальше. А что делать с детьми? Что значит воспитать детей самостоятельно? Есть две разных возможности. Можно с самого раннего детства относиться к ним как к равным себе. И это перегружает. Это те семьи, те родители, которые дружат с детьми, которые воспринимают детей на равных, которые у нас все равны, но это не так. Дети, они гораздо слабее. Они, мы не знаем, может быть, их душа и сознание выдают очень мудрые вещи, но в физическом плане им необходима забота родителей. И поэтому я не думаю, что если наша уважаемая зрительница будет много времени уделять своей дочке и целовать ее, обнимать, холить, лилеть какие-то вещи, пока она маленькая, делать из нее или помогать ей делать, что это сделает из ее детки несамостоятельную. Здесь нужно помнить о том, что чем раньше, чем старше становится ребенок, тем больше у него должно становиться этой самостоятельности. Постепенно, не сразу? Постепенно. Не сразу. Если ребенок в три года кричит, я сам, взрослый может определить, что он может на самом деле сделать сам, а где ему, что ему еще не по силам. И чем больше родители вот это муссируют и культивируют, что ты же сильный, ты самостоятельный, вау, ура, молодец. Мы сами, взрослые, не понимаем, какой вред мы наносим нашим детям. Я недавно была свидетелем у моей подруги, благо она подготовленная уже мама, и мы наблюдали такую картину, ее двухлетняя дочь пришла с улицы и была в комбинезоне. А до этого моя подруга тоже, они все время ее поддерживали, что ты молодец, классно, ты сама справишься, ты сильная, ты можешь. И ребенок так к этому привык, что она не могла себе внутренне позволить не то, что попросить маму «Раздень меня», а вообще позволить подойти к себе и раздеться. Она, вот она, то есть ей настолько была вот эта, важна вот этот статус, что я самостоятельная в два года-то. Какая в два года может быть детка самостоятельная? Мы иногда необдуманно используем какие-то слова, хотя из благих намерений. Мы хотим подбодрить ребенка, хотим дать ему какой-то такой толчок к развитию, а на самом деле мы их нагружаем тяжелейшим грузом. И вот эта детка в два года стоит и пытается сама какое-как расстегнула комбинезон и пытается сама его снять. А она не может его сама снять, потому что он зимний и он теплый. И она орет, и она плачет. Маму не подпускает. Мама говорит, давай я тебе помогу, я тебе чуть-чуть покажу, как это делать. И дальше, может быть, она же не может вот так себе сама снять. Рукавчик-то надо снять. И она, в общем, она билась в истерике. Ну, минут 15-20 в итоге мама сняла с нее этот комбинезон, и она оденла его обратно, в общем, и попала в раж. Благо, мама была, мама уже у нас продвинута, и мама уже знает то, что вот это вот поддержание излишней самостоятельности может быть вредным. И она есть здесь тоже, когда ваш ребенок входит в раж, есть один очень хороший метод, который с маленькими детьми можно использовать. Почему? Потому что он требует усилий. И когда вас ребенок отталкивает, его нужно, наоборот, обнять. Все. Его нужно обнять и держать до тех пор, пока он не обессилеет и не сдастся вам в руки. И здесь нужно просто, вот просто держать, не ослабляя, скажем так, объятия, держать, пока ребенок не сдастся. По одной простой причине, чтобы это не привело к прерванному движению к матери. Например, вот такие вот... Что значит прерванное движение? Прерванное движение любви. Это термин, который ввел Берт Хеллингер лет 15 назад, когда заметил, что в расстановках он это заметил, что человек, например, идет, 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 двигается к маме или к папе, доходит до определенной точки, а потом делает разворот или не хочет дальше идти. И это, как это выражается в жизни? Например, у человека не складываются, у взрослого человека, не складываются отношения с партнером. Повторяются одинаковые, одни и те же схемы. Человек не может строить близких отношений. С одной стороны, он хочет. Это тоже такая большая тема вообще о любви. Коротко сейчас скажу, чтобы, может быть, понятие такое дадим. Он хочет отношений, но доходя до определенного уровня близости, он или сам стартует, или делает все, чтобы разрушить их. Это указание на то, что у него внутри прервано движение любви, как правило, к маме или к папе. То есть это очень-очень-очень глубинное движение. Каждый ребенок любит своих родителей априори. И каждый ребенок нуждается в родителе, в его любви, в ласке. Но в детстве, например, когда это движение любви может прерваться, это могут быть очень разные ситуации. Начиная от разлуки в роддоме, когда, например, любые ситуации. Мама оказалась в больнице, и ребенок месяц ее не видел. Либо мама уехала куда-то, ребенок не видел. Либо ребенок, то есть ребенок попал куда-то. Разлучение может привести к прерванному движению, когда ребенок в малом возрасте понимает, что то, что любишь, оно исчезает. И он начинает внутри закрываться. Лучше я вообще не буду это делать. Потому что лучше я вообще не буду никому приближаться, потому что это больно. Либо когда какие-то травмы были нанесены в детстве. Когда какие-то были такие... Например, даже в подобные ситуации, если ничего не делать родителям с этим, выставил ребенка, например, из комнаты, так, ты наказан. Проскричиться, да, и потом вернешься. Нет ничего хуже. Вот, нужно... Это может привести к прерванному движению любви. И это оказывает, как я уже говорила, очень большое влияние на дальнейшую жизнь. Так вот. И возвращаясь к этой истории, мама удержала детку. Детка поорала, покричала, попыталась с ней подраться. Так как она была двухлетняя, с ней еще справиться можно было. И она потом утихла, заснула, зарылась под одеяло, проснулась, как ни в чем не бывало, да. О чем мы говорили? Вот про самостоятельность. В два года, в три года еще какие-то зачатки самостоятельности. Да, нужно давать ребенку возможность сделать что-то с магму, пробовать в этом мире что-то под наблюдением взрослых. Ребенку в любом возрасте нужно давать, понять, что ты можешь пробовать, ты можешь ошибаться, но мы находимся рядом. Если тебе нужна будет наша помощь или поддержка, ты можешь к нам обращаться, и ты имеешь право быть маленьким. Транслировать это ему. И говорить ему, что мы большие, мы здесь для того и есть, чтобы поддерживать тебя. До какого возраста нужно говорить ребенку, что он имеет право быть маленьким? В 8 лет, например, в 10 лет? В 15 лет тоже ребенок имеет право быть деткой. Он сегодня еще ребенок. Иначе ребенок. Нет, в 15 лет это еще ребенок. В том-то все и дело. Это уже не совсем детка, подростки это вообще особый возраст, пубертат, когда еще не взрослый, но уже и не ребенок. И вот начинают пробуждаться жизненные силы, начинают пробуждаться какие-то энергии внутри. Часто дети с ними справиться не могут, у них сносят крышу, либо они замыкаются. Это такой особый период. И здесь, но все равно это дети. Понимаете? Здесь им нужно давать, конечно, в 15 лет по сравнению с 3 годами больше самостоятельности, и больше ответственности, и больше прав. Да, у нас иногда бывают перегибы. То говорят только о правах ребенка, забывая об обязанностях, то наоборот, нагружают их обязанностями, забывая, что они такие же члены семьи, и что у них есть право голоса, и право высказать свое мнение, и право того, чтобы родители выслушали тебя, и право ошибаться. Вот такие важнейшие вещи. То есть самостоятельности, что касается вот этой части вопроса, о самостоятельности, позволяйте своей детке пробовать какие-то вещи делать, но объясняйте ей в то же самое время, что ты подрастешь чуть-чуть, и ты с этим легко справишься. А пока я здесь есть для того, чтобы тебе помогать. Здесь мне на ум приходят цитаты из той же самой книги «Я с солнца», когда наоборот, там мальчик, он маме говорил, ему было года 3 или 4, и он что-то говорит, вот мой старший брат пришел сюда на землю, чтобы делать то-то, я пришел за тем-то, а мама говорит, а зачем же я здесь? Он посмотрел на него серьезно, говорит, как зачем? Он, чтобы нас растить и воспитывать. Ты наша няня, твоя задача нас создать все условия, чтобы мы могли взраститься. Понимаете, вот такое понимание роли мамы. Есть у нас следующий вопрос, как раз по поводу обязанностей и прав детей. Пишет нам Таиса. Моя ситуация скорее пример того, что дети много говорят про их обязанности и не знают про их права. Мама рано умерла, когда мне было 9, и с папой к тому времени они уже были в разводе. Бабушка взяла опекунство надо мной, моей сестрой. К 11 годам мы имели уже очень много ответственности. Мы должны были убираться дома. Я носила на себе огромные ковры и выбивала их на улице. Готовить, хорошо учиться. Иметь друзей и подружек мы не имели права, так как все вокруг плохие, а свободное время мы должны были проводить либо в уборке и готовке, либо в подготовке к учебе. Гулять где-то тоже было запрещено, телевизор смотреть было нельзя, так как телевизор злой, там показывают только порнографию и поцелуй. Если со мной кто-то хотел дружить или хотел общаться, я чувствовала вину за это и сильно переживала, если подруги звонили домой и звали меня к телефону. Приходилось находить отговорки, что не звонили по делу или узнать домашнее задание. Бывало так, что при соблюдении всех условий, что тебе ставят, ты просто не жилец, и приходилось подворовывать, говорить, что уходишь на фабритатив, а самой проводить часик с подружками, после чего наполняешься энергией, вдохновляешься идеями. Трудно быть все время плохим ребенком, так как ответственности много и все выполнять ты не в состоянии. Следовательно, ты все время то плохой, то упрямый, то еще какой-то ребенок для взрослых, что тебя окружают. Сестра была старше, у меня уехала учиться, она приобрела статус авторитета, и я осталась по-прежнему гадким утенком. Прав я по-прежнему не имела, зато если кому-то мешало своим неуполнением обязанностей, налетало на меня уже двое человек, два человека. Сейчас я уже взрослая, живу отдельно, отношения со старшим поколением хорошие и теплые, есть взаимопонимание, несмотря на все. Но возможно, все могло бы быть по-другому, если бы я понимала, что говорить взрослым и как, в то время, когда задыхаешься. В тот момент я не знала, что имею право что-то чувствовать или говорить, но если бы могла формировать свои чувства и выразить их, возможно, был бы бунт, так как была строгая иерархия, но возможно, мне бы удалось достучаться до разума взрослых. Во многих семьях детям относятся к рабам, а это неправильно. Так, я приняла свою жизненную ситуацию, как опыта не держу обид, но иногда мне снятся сны, как меня и ребенка взрослые заставляют что-то по неволе делать. И в детстве я молчала, но во сне кричу на них и пытаюсь достучаться до разума. Это значит, что ситуация не проработана или это просто остатки воспоминаний? И как следует вести себя детям в похожей ситуации? Очень сложная ситуация. Это жизненная ситуация. Да, когда вы читали ее, я прислушалась к себе, была здесь тяжесть. Но эта тяжесть связана, я думаю, с тем, что ребенок так рано потерял родителей и пришлось действительно рано повзрослеть. Но это жизнь, и в жизни не избежать подобных ситуаций. И если вернуться к ее вопросу о ее снах, первое, я бы сказала, что скорее всего это признак того, что ее внутренней детке нужно уделить внимание. Что, смотрите, мы вырастаем, становимся вроде бы взрослыми людьми по паспорту, по статусу, и в каждом из нас, кроме взрослого человека, живут все те возраста, которыми мы когда-то были. И если в каком-то возрасте был дефицит, либо вот как здесь перегрузка, ребенок не мог быть ребенком, и у него недостаток чего-то, недостаток любви, недостаток внимания, недостаток эмоциональной близости, это никуда не девается. И оно может подавляться на эту детку внутреннюю. Никто, например, не обращает внимания, но она дает о себе знать. Либо в снах, либо в поведении, о чем мы тоже сейчас поговорим, как это происходит. Вот. И здесь у взрослой-то, пишет наша зрительница, отношения со старшим поколением наладились, они теплые, дружеские, но внутри у нее по-прежнему живет этот ребенок, который был перегружен. И здесь важно два момента. Два, посмотрим, может быть, три. Первое. Принять свою судьбу, такую, какой она есть, согласиться с ней, что, судя по всему, взрослой удается. и сказать хотя бы в душе взрослым, представить перед собой бабушку и других взрослых, которые были тогда, что я была всего лишь ребенком. И вы не имели права так поступать со мной. И мне было очень тяжело. И мне было больно и одиноко. Дать возможность себе и своим чувствам быть. Сначала это может вызвать бурю эмоций, это может вызвать даже какие-то негативные реакции и обиду. Да, 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 совершенно верно. Но это имеет место быть и имеет право быть, потому что в то время эта детка много чего недополучила. Совершенно понятно. И я... Понимаете, здесь ни в коем случае нельзя кидаться ни на чью сторону и не обвинять. Вот эта бабушка, как она могла. Представьте себе, как чувствует себя человек, не знаю, в каком возрасте, в положилом, не в пожилом. У нее есть свои представления. У нее умирает дочь, и на руках остаются два несовершеннолетних ребенка. И она воспитывала их и давала им все то, что было в ее силах. Так, как она умела и как могла. Это нужно понимать, ее нужно понимать, но и эту травмированную детку нужно тоже понимать. Нужно смотреть правде в глаза. Я думаю, мы, может быть, как-нибудь посвятим одну передачу именно травмам психологическим. Вот здесь явный пример травмированного ребенка. И это никуда не девается. Травмы, они приводят, они сужают жизнь, сужают мир. И травмы бывают либо очень сильный стресс по силе, либо долго длящийся. Тогда это приводит к травме. Когда из дня в день, из года в год к ребенку так относились, у него не было шанса ни вздохнуть, ни продохнуть, ни голову поднять, ни заявить о себе. И эта детка никуда не делась, она живет внутри. И я подозреваю, что в каких-то жизненных ситуациях она дает о себе знать. Например, самая такой для нас рискованная зона это дружба, и самая рискованная зона это партнерские отношения. Но еще приходит не на ум профессия. То есть я подозреваю, что в этом случае последствием может быть то, что например, девушку или женщину могут использовать на работе, нагружать ее всем, и она будет тянуть, потому что внутри у нее есть эта внутренняя детка, которая привыкла чувствовать себя виноватой. Она вполне возможно крайне оказывается где-то в жизни, и в партнерских отношениях вполне возможно тоже попадает в такую ситуацию, когда с одной стороны ей нужна теплота и близость, а с другой стороны она не знает, как с этим обходиться. И тогда либо она будет отбиваться и защищаться, либо она будет строить отношения с таким мужчиной, который будет ее тоже подавлять, либо вот на нее оказывать похожее воздействие, как и она эмоционально похожа, как какое у нее было в детстве, потому что у нее нет других моделей жизни. Мы встречаем, в жизни же у нас очень много людей мимо проходит, но мы принимаем сигналы такие извне, которые есть у нас вот здесь, которые для нас привычные, и это все происходит подсознательно, и нам симпатично вдруг именно такой тип мужчины, именно этот, и он потом может и совсем плохо поступать, например, женщиной, а она не может от него отойти, потому что что-то ее тянет все время в эти отношения. Вот, поэтому я бы порекомендовала нашей зрительнице найти себе специалиста, который работает с травмой, именно с психологической травмой, и поработать с этой деткой на то, чтобы обратить на нее внимание. первое, что нужно сказать ей, я вижу тебя, и я знаю, что ты пережила, и что это было нелегко, поработать с ней, дать ей место, позволить ей интегрироваться, и тогда оно успокоится внутри, и тогда появится возможность потихонечку позволять себе что-то эмоциональное в мире, вообще в мире жизни, потому что те люди, которые травму пережили в детстве, у них часто очень нарушен эмоциональный фон, они не умеют, у них подавляются эмоции, они не знают, как реагировать в радостных ситуациях, как правильно реагировать, и часто избегать начинают этих ситуаций. Поэтому лучше всего работать с подобными вещами в сопровождении специалистов, потому что это очень болезненные вещи, очень тонкие, здесь нужно найти опытного специалиста, который работает с подобными вопросами, и вы видите, насколько вот эта вот тонкая грань, с одной стороны, не скатиться, не свалиться в обвинения бабушки и всех остальных, а с другой стороны, серьезно относиться к тому, что чувствовала я, когда я была в этом возрасте, четко и ясно дать об этом знать и заявить об этом, и сказать, что да, мне было тяжело, и вы не имели так право поступать. С другой стороны, я понимаю, что это моя судьба и что это дало мне возможность, чтобы у меня развились подобные качества разные. Все тяжелые ситуации дают возможность чему-то научиться в жизни. Просто хорошо это пустить в мирное русло и добавить туда то, чего не хватило, заполнить дефициты, напитать эту детку, напитать ее любовью собственной. И уже во взрослом возрасте это можно сделать самому, к счастью. Ну вот мы сейчас говорили все больше о взрослых детях, но случается ситуация, когда на взрослого смотришь, и ты понимаешь или по поведению, или по каким-то отношениям, по словам, по действиям, ты понимаешь, что он еще ребенок. Давайте мы тогда перейдем к нашей сегодняшней заявленной теме. Взрослые дети, дети в кавычки мы берем, потому что тут речь пойдет о людях, о больших людях. Можно ли назвать какие-то признаки вот этих вот самых больших людей, которые внутри остаются детьми? Да. Как я уже говорила, ну, во-первых, в ответах на письмах мы уже немножко затрагивали это, но если классифицировать, как я уже и говорила, в каждом из нас живут все те возраста, все те детки внутренние, которыми мы когда-то были. И там есть масса ресурсов для нас, все те позитивные опыты, которые мы накопили, и там есть травмированные дети, либо пострадавшие, либо те, у кого дефициты были какие-то, либо потребности недовольтворенные. И это никуда не девается. Оно живет внутри у нас таким термоядерной смесью. И попадая в какую-то, в обычную, ну, в такой, в спокойной, обычной, рутинной жизни, это может не замечаться. Но попадая в какую-то критическую ситуацию, в плане критической ситуации, здесь можно рассматривать любую, где нужно, где особенно попадаешь в более близкое поле с людьми какими-то. Это может быть отношения с мужчиной, это могут быть дружеские отношения, это могут быть на работе, это могут быть даже совершенно чужим человеком в очереди вдруг начинает реагировать человек, как ребенок, да, там психовать, капризничать и еще что-нибудь. То есть попадая в какую-то ситуацию, где ты не знаешь, где ты выпадаешь из какой-то модели тебе знакомой, обычной, то, что для тебя является такой эмоциональной нагрузкой, совершенно неосознанно, не замечая, человек уверен, что он прав, что с ним все, что он ведет себя очень адекватно, начинает реагировать, например, обижается. Обида, стопроцентно детское чувство. Если взрослому человеку нанесли вред, либо обидели в плане, что, ну, что-то сказали ему грубое, или нагрубили ему, или оскорбили его, он может за себя постоять, он может дать отпор, сказать, так, да, сказать другому, что он не прав, что это неприемлемо, и оставаться в контакте с реальностью, в контакте со своим разумом, скажем так. Как реагирует ребенок? Он начинает эмоционально реагировать или злиться, или обижаться, или начинает нападать. Лучшая защита — это нападение. Это все детские реакции. Как только вы говорите другому человеку, мне не нравится, что ты делаешь, а он на тебя начинает, да сам ты дурак, и так далее, это стопроцентно какая-то детская реакция. У меня как-то был очень хороший мой коллега, и вдруг мы с ним как-то разговаривали, я не помню, что, мы с ним тоже обсуждали какой-то проект, мы с ним общее дело делали, и что-то я говорила такое, что-то я сказала по делу, что мне не нравится, и вдруг я смотрю, у него начинает вот такой губой закатывать, и он на меня, и все, он уже сам разговаривает. А, еще вот реакция такая, когда ты растворишь, и человек вдруг все, пропал куда-то, и вдруг он начинает все, он замолчал, куда-то ушел. Я ему тогда здесь, что здесь можно сделать, я ему задала вопрос, сколько лет сейчас этому маленькому мальчику, который сидит напротив меня. Он посидел, посидел, подумал и сказал пять. Все, как только ты начинаешь осознавать, сколько в этот момент тебе лет, это значит, что ты тут же включил взрослого наблюдателя. Ты возвращаешься в реальность, осознаешь, что ты находишься. Да, да, и понимаешь, что из какого возраста ты отреагировал. Это происходит с каждым человеком, нету исключения. Мы иногда реагируем из детского возраста. И здесь, если этого, с этим можно поступать двояко. То есть вот обиды, губу закатать, агрессивно начать отвечать. Потом, когда на работе, вот всякие, очень хорошо по позе можно понять, к сожалению, меня сейчас не видно под столом, но когда вот люди ножки вот так вот ставят, как детки, голову на бок, ты с ним разговариваешь, говоришь им что-то по работе, а человек начинает отвечать тебе детским голоском, все, с тобой разговаривает детка. А с детьми невозможно решать дел. С детьми невозможно сексом заниматься. В партнерских отношениях это очень явно видно. Когда или один, а бывает и оба партнера начинают вести себя как ребенок, то один... Это заразительно вообще? Может ли вот случиться такая ситуация, когда, например, вот в паре один партнер ведет себя как ребенок, а второй начинает копировать его? Ну, не сознательно. Копировать нет. Он будет вести себя... Какое приглашение, когда второй ведется как ребенок? Какое приглашение для этого человека? Ну, тоже подыграть ему, наверное, нет? Нет, не подыграть, стать родителем и сказать ему, ты что здесь выделываешься? Ты что будешь за это наехать? но это с точки зрения психологии правильно, да. Вот если вдруг... это тоже неправильно, потому что ты тогда в лифте, смотрите, получается, а, я вас понимаю, бывают и такие, один в детстве впал, и дурак. И вдруг, я сам дурак, забирай свои игрушки, не писи ему в арху, и все. И злые вы, уйду я от вас. Ну, это когда вот, это вот шутка-шутка, но если так серьезно? Это очень серьезные вещи. К сожалению, порой люди даже расходятся. Большая любовь рушится не только о быт, полная ерунда, а о быт-любивовне. Может разбиться лодка любви, потому что быт, это, ну, это часть любви. Лодка любви, как правильно, один из очень важных элементов, об которой разбивается лодка любви, это вот этот. Когда детство, когда один ведет себя как ребенок, либо оба, никто, когда два ребенка живут вместе, это же вообще катастрофа, потому что ни один не может на себя ответственность взять. И тогда приходится к бедным детям, кто тогда берет на себя всю эту ответственность? Бедная детка. И что странным образом, потом эта бедная детка вырастает, либо становится гиперответственным, все на себе тащит, либо, опять же, у него внутри все равно же остался дефицит. И будет искать где-то замену папы или мамы. Тепла, тепла. Да? Вот. Кроме обиды, есть еще какие-то признаки вот такого вот взрослого ребенка? Есть. Я уже несколько назвала, еще раз повторю с удовольствием. Когда начинают, когда начинают злиться, когда начинают вести себя вот как в школьнике в классе, ну и ладно, и пошли, да? Когда человек перестает видеть тебя, начинает, вы видите, вы чувствуете, что он не в контакте с реальностью. Ты ему разговариваешь с ним об одном, а он начинает, часто очень не смотрит в глаза, и часто очень начинает либо с тобой заигрывать, как ребенок, это вот одна такая дружеская реакция. обратите на меня внимания, я же хороший, полюбите меня, я же все сделаю и так далее. Или вторая начинает вот так агрессивно, агрессивно огрызаться, агрессивно себя вести, то есть их много, они видны. Просто нужно за этим понаблюдать, за собой и за другими. Почему возникают такие вот такие обиды, почему возникают злость вот той самой детки, которая вдруг оказывается, пятилетний ребенок окажется у взрослого человека? И вы имеете в виду... Причины, да. Почему такая ситуация? Вы имеете в виду, почему взрослые люди порой реагируют так сильно, как дети? У этого есть вот таких, можно назвать, три, наверное, важных момента. Но самое вот все, что это объединяет, это можно сказать, что когда человек взрослеет, приходит момент, 18-20 лет, 21, когда ему нужно посмотреть на своих родителей, сказать им, дорогие мои родители, спасибо вам за все, что вы мне дали, этого было много, этого достаточно, со всем остальным я справлюсь сам, поклониться им, развернуться и пойти в свою жизнь. У нас нету таких ритуалов. И поэтому у нас часто вот это застревание идет в детстве. И когда не произошло вот такой уход во взрослую жизнь, это часто бывает. Например, когда в семье родители, у них, например, один из, приведу несколько таких больших моделей, когда это происходит. Когда родители все время относятся к своему уже взрослому дитю, как к ребеночку. С обоечки дают, носик вытирают, рубашечки гладят, девочки тоже, ой, смотри, тебе 20 лет опекают, где ты, где ты, каждый час звонят. В 20, а то в 40. В 40, да. Что происходит? Родители не отпускают своего ребенка во взрослую жизнь, подрезают таким образом крылья, а ребенок из любви к своим родителям, опять же, бессознательно, не понимая этого, остается для них деткой. Часто это происходит у родителей, во-первых, трудно им отпустить, либо, когда отпускаешь своего ребенка, приходится повернуться друг к другу, посмотреть друг на друга и сказать, есть ли у нас с тобой еще что-то общее, кроме этих детей. А это очень большой риск. И тогда родители предпочитают концентрироваться на взрослых детей. Вроде бы хотят, чтобы они были счастливы, и чтобы у них все было хорошо, но в то же самое время, как ни странно, чем больше у детей проблем, тем больше они этим заняты, и мне, когда друг с другом строить отношения, понимаете, когда перемешиваются два этих слоя, пара и родители. А дети для своих родителей готовы на все. И очень часто, чем я занимаюсь в работе, на консультациях, либо проводя расстановки, именно помогаю уже взрослым людям попрощаться с родителями и сказать им, что я выросла, или я вырос, и я иду в свою жизнь. Все. Это один такой момент. И здесь такие дети, в этом, вот здесь, какие здесь взрослые дети? Это те, кто милашки, те, кто всегда очень дружелюбные, голос у них такой детский. То есть они вроде взрослые, но они априори выглядят как дети. Выражение лица детское всегда, голос детский такой. То есть ты смотришь, тебе говорит человек, ему 30 лет, 27, 35, и ты думаешь, боже мой, больше 20 не дал бы, по выражению лица. Вот это такие детки, которые очень часто для своих родителей остаются детками. Вторая часто встречающаяся модель, это то, что мы с вами уже говорили, те люди, которым в детстве не хватило тепла. Вот то, о чём писала наша зрительница нам, те, которым не хватило, им не пришлось быть деткой, или пришлось быть деткой очень мало, которым очень рано приучали быть самостоятельными, которых родились какие-то младшие братья и сёстры, им пришлось взять на себя часть ответственности. Им говорили, ты же старший, ты должен быть старшим. Ты примером. Таким образом, говоря это ребёнку, не столько констатировали, что он старший ребёнок, сколько говорили, что ты старший, под этим как бы видишь, что ты выводили ребёнка искусственно на уровень взрослых, и у него пропадало детство. А оно никуда не девается. Любому ребёнку нужна эмоциональная попитка. И тогда у ребёнка это вот может такой случай быть, либо прерванное движение любви, либо травмы, либо родители развелись, отец уехал, или у мальчика, или у девочки не было с ним контакта, и внутри у ребёнка вакуум, не вакуум, пустота. Дефицит. И этот дефицит никуда не девается. Его можно заполнять, его можно от него отворачиваться, что эти времена прошли, всё, у меня уже всё хорошо. Да, у взрослого уже всё хорошо, но эта детка никуда не делась. И вот эти случаи, они часто ситуативно транслируются часто на начальника, на друзей, на любимого, когда дай мне то, чего мне не хватило, дай мне. И в чём здесь вся засада, что ни один мужчина или ни одна женщина, ни один партнёр не может вам дать того, чего вы не получили в детстве. Потому что это нужно не взрослому человеку, а детке, а во-вторых, нужно не от этого человека на самом деле, а нужно от мамы или от папы. И поэтому всегда будет не то, не так, не вовремя, мало, что ещё? Масса есть такие, да? Всё не так. Что же делать такому человеку, как ему жить в обществе-то? Вот у меня, знаете, ещё вопрос интересует насчёт вашего коллеги, который так отреагировал пятилетним ребёнком, да? Ну, я думаю, что у любого человека иногда бывают такие реакции. Бывают. То есть это не значит, что мы все дети? Нет, мы все в душе, у нас у каждого внутри живёт внутренний ребёнок. Точка. Это нужно принять. Что нужно делать? Это нужно принять, это нужно уважать в себе и понимать и начинать относиться к этому осознанно. То есть контролировать этого самого ребёнка? Его невозможно контролировать, его нужно любить, его нужно спрашивать у него, что тебе нужно. Если ты хочешь обидеться в данный момент, ты можешь обидеться. Побыть три минуты ребёнком, отвисеть губу, посмотреть обиженный экзамен, а потом вернуться во взрослые состояния. Это нормально? Конечно. Это случается с каждым из нас. Это абсолютно... У меня спокоили. Брось, это абсолютно нормально. Это здоровая реакция, когда ты взрослый, осознаёшь, ага, что это со мной было? Это не значит, что нужно всё избегать, никогда больше так не реагируя. Это было бы смешно и глупо, потому что все мы люди и все у нас... Если представить, что у каждого из нас есть как бы оркестр, в этом оркестре сидят представлены все наши возраста. И дирижёрская палочка, по идее, должна быть у взрослого. Для того, чтобы вся эта махина, а это огромная махина, могла не в унисон, а гармонично играть, как оркестр, чтобы могла... Не какофония, а чтобы была красивая музыка у каждого своя. И часто, когда человек приходит, спрашивают, чего вы хотите? Он говорит, гармонию. Я спрашиваю, как вы её понимаете? Потому что вот гармония, я подозреваю, это и есть желание человека быть с собой в гармонии, быть, чтобы всё было в ладу с собой. И такое случается иногда, что какой-то ребёнок выхватывает эту дирижёрскую палочку какой-то возраст, и начинает там что-то своё махать. Или там... Вот я, например, когда руками машу, понятно, что я в какой-то более юный возраст попадаю, но это тоже часть моей эмоциональности. Я это прекрасно понимаю. Когда-то я пыталась с этим бороться, ручку в руках держала, руки сжимала, а потом поняла, что это совершенно глупо и бесполезно, что это часть моей жизни. И наши детские возраста это на самом деле огромные ресурсы для нас. Если... Что здесь нужно сделать? Первый шаг, который можно сделать, начинать относиться к себе осознанно. Во-первых, отслеживать на самом деле, как я сейчас отреагировала, из какого возраста, как взрослый. Признаками взрослого является ясность ума, нет особой такой эмоциональности. Она есть, но она такая спокойная. Взрослые обычно реагируют адекватно с контекстом. Совпадает реакция с контекстом. Если человек реагирует неадекватно к контексту, либо слишком сильная реакция, да, тебе сказали там, пришёл начальник и говорит, вы знаете, Марина, вы сегодня не очень хорошо написали свой отчёт, например, и вы тут же бросаетесь в слёзы и начинаете рыдать, и говорить, ах, всё, конец света, жизнь закончилась. Понятно, реакция гипертрофированная. Понятно, что это никак не взрослый человек так реагирует. Взрослые скажут, блин, ну, конечно, неприятно, попало в засаду, но... Ну, ничего. Кстати, вспомнила, ещё одна из признаков детских чувств, это чувство вины. Чувство вины. Это вот тоже нам в письмах описывали, когда оно из-за того, что тебя всё время, например, ругали, 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 оно культивировалось внутри, и ты уже по любому поводу виноват. Ещё не виноват, тебе пришли просто замечания сделали, вот вы знаете, у вас здесь неправильно запятая поставлена, всё, а ты уже чувствуешь, что ты последний человек на этой земле, и что тебе вообще места здесь нет. Свет закончился. Свет заканчивается у детей. Взрослые понимают, что, что бы ни происходило, ещё полно лет впереди. Так вот, начинать, это ещё вторая реакция, несоответствующаяся с контекстом, это отсутствие её. То есть есть контекст, к вам приходят, и, например, на ногу наступают, или кто-то вас толкает, или кто-то вас оскорбляет, а вы, ну, вы говорите, ну, ладно, ладно, я прощаю и так далее. Нет, у меня не хватает мужества пойти и сказать своему начальнику, что я пошёл как лошадь, а мне платят копейки. Это детская реакция. Это ребёнок. У ребёнка не хватает мужества сделать шаг и пойти и сказать, что вы знаете, я делаю то-то, то-то и то-то, и у меня есть к вам предложение. Взрослые ходят с предложениями к шефам, к партнёрам, с детьми контракты заключают. У меня есть такое предложение. Вот смотрите, у меня столько-то, столько-то обязанностей, я за это получаю столько-то, но в реальности я делаю то-то и то-то, а получаю гораздо меньше, например. Вот есть, как я вижу в этой ситуации, я себя чувствую плохо, я начинаю болеть, и я уже начинаю злиться. И вы знаете что, я хотела бы вам такое предложение сделать. Либо я делаю вот эту работу, я могу её делать, она мне по силам, мне хватает сил. Я делаю эту работу, но я хотела бы, чтобы мне за неё адекватно платили, например, называйте сумму. Адекватную. Дети всегда занижают себе. У взрослого всегда есть ощущение, сколько это стоит. Сколько так, чтобы я не болел, и чтобы я не злился, но и не перебор. Потому что, когда перебор, начинаешь чувствовать, что халявишь. Либо я могу получать эту зарплату и выполнять обязанности вот столько, такой объём работы. Если вы с этим согласны, тогда всё остальное, пожалуйста, забирайте у меня, отдавайте другому. Взрослые выходят с предложением. Вот. И когда начинаешь понимать, а дети, они либо неловко сказать другому, ой, либо, ну как я могу другого, либо всепрощение такое, знаете, всепрощение. Да я вообще ничего не стою, ну толкнули меня сама виновата, сама заслужила. Это всё такие детские реакции, опять же, часто очень навязаны. И здесь очень полезно, во-первых, начать за собой наблюдать. И как только вы выходите из любой реакции своей, из любой, я вам гарантирую, и я в них попадаю. Все люди, если вам кто-то скажет на этой земле, что он взрослый человек, никогда в жизни не реагирует как ребёнок, скажите ему, да, конечно. Но это не так. Все люди порой реагируют как дети. Даже самые мачо и самые крутые и мужчины, и женщины порой ведут себя как дети. Но когда ты, и они, самое интересное, они этого даже не замечают. Как будто бы внутри, вот этот внутренний оркестр, как будто бы все сидят спиной друг к другу, и нету контакта между ними. И тогда получается так, кто-то вскочил, выхватил палочку, держил, скусил и начинает что-то делать. Тут кто-то вскочил, у него вырвал. А человек-то один и тот же, и он, это даже можно беседе. Что же происходит с человеком в такое время. Иногда, когда люди себе, вот вспомните ситуации, наверняка были, когда человек вдруг, то он с вами сидит разговаривает нормально, то вдруг с ним что-то происходит, невероятно, он начинает... Да, он не хочет реагировать на человека. Факт, само собой пост, или во время ситуации очень трудно выйти, когда ты в раже, в детском, выйти очень трудно. Но после него, например, кто-то и хороший друг может помочь, как я своему другу сказала, сколько тебе сейчас долг, он тут же расхохота, он посидел сначала минуту с такой же губой, потом сказал пять лет и начал хохотать, и начал говорить, боже мой, точно, все, весь конфликт, и он начал со мной, весь конфликт исчез, и он начал со мной совершенно адекватно разговаривать. То есть, начал за собой наблюдать и смотреть, сколько мне сейчас было лет, без осуждения, не ругая себя, понимая, что даже если я себя вел сейчас так, со мной все нормально, что это абсолютно нормальная реакция, только подумать, как я могу это оптимизировать, чтобы мне комфортно жилось и другим комфортно жилось, и чтобы если я какую-то коммуникацию с людьми веду, чтобы это до людей доходило. Потому что когда ведешь себя, взрослая тетка сидит и ведет себя как ребенок, это смотрится подозрительно, да, начинает. Либо взрослый мужчина, 45 лет, а ведет себя как студент, например, ну, если в соответствии с ситуацией такая реакция тоже имеет место. Иногда можно побаловаться, иногда можно встретиться и вспомнить молодость и ха-ха-хи-хи, но когда на взрослой, какой-то взрослым встречи, на деловочек начинает себя вести неадекватно, это же тоже странно. А если, например, взрослая женщина, у которой есть взрослый ребенок, и взрослая женщина начинает одеваться, вот как эта самая ее дочка. Это ужас. И начинает еще обращать внимание на мальчиков юных. Запросто. И копирует поведение. И дружит с подружками своей дочери. И дружит с подружками гораздо больше, чем дочка дружит с ними. Тогда ее дочь оказывается сиротой. Это, конечно, ведет к соперничеству. Это тот синдром, когда взрослые люди пытаются сохранить, угнаться за молодостью и быть вечно молодыми, хотя все прекрасно знают, что это невозможно. И все пластические операции на лице видны, и все подтяжки, и все ботексы, они видны, и они выглядят ужасно, и все становятся на одно лицо. И это иллюзия. И это, конечно, ну, скажем так, трагично я бы так не назвала, но это каждый человек имеет право жить так, как он считает нужным. Точка. И он нормальный, если он так живет. Это его право. Я абсолютно спокойно отношусь к людям, которые пытаются соперничать со своими девочками в погоне за кавалерами. Но гораздо эффективно и гораздо больше в контакте с реальностью, с жизнью и с радостями жизни не в погоне за какими-то удовольствиями, а именно в контакте со вкусом жизни, с жизнью самой, когда ты в контакте со своим возрастом, когда ты адекватно реагируешь на людей, и когда ты не соревнуешься с молодежью, позволяешь им быть такими, какие они есть, и можешь какой-то совет дать своей взрослой дочери, но позволяешь ей жить своей жизнью и самой принимать решения. И опять же, когда... Я все никак не дойду дальше. Когда осознанно начинаешь наблюдать за собой, видишь свои реакции, тогда ты можешь, во-первых, ты все меньше и меньше туда попадаешь, во-вторых, ты можешь уже более адекватно реагировать. В тот же самый момент можно сказать, слушай, извини, пожалуйста, я сейчас немножко неадекватно отреагировал. В-третьих, если вы понимаете, если вы знаете историю своей жизни и понимаете, что где-то у вас там есть дефицитарная детка, у которой были дефициты, у которой была травма, либо нехватка чего-то, либо по какой-то причине у вас прервалось движение любви к родителям, обратиться за помощью к специалисту, потому что самому с этим справиться сложно. И это потому, что ты сам в этом варишься. Ты уже и так наблюдаешь, как взрослый за этим. Для этого и есть специалисты, для того, чтобы с этим работать. И эта работа проходит очень... Я очень люблю этим заниматься. У меня как-то последние 2-3 года именно в этом направлении идет. И я увидела, что очень многого может человек достичь успеха в своей вообще жизни и в своей радости жизни, даже не копаясь в своих родителях, в поколениях каких-то. Да, если там какие-то были тяжелые истории, туда нужно заглянуть. Но очень много можно сделать на уровне самого себя. Этот оркестр нужно рассадить в нужном порядке, дать каждому его инструмент, посмотреть, кто на что способен, какие у меня есть ресурсы. Это невероятно ресурсное поле. И взрослому начать играть на этом оркестре, знакомиться со своей командой. Как мужчина один пришел на расстановке, и в конце он, когда увидел своих разные возраста, там три или четыре возраста стояли, он их обнял, сказал, ну вот, моя команда, пойду знакомиться. Вы уже который раз говорите слово ресурсы. Какие ресурсы дают вот эти самые дети, которые сидят внутри, в душе, в оркестре? Как вы думаете? Не знаю, вот я и спрашиваю. Есть идеи, Марина. Какие есть идеи? Для творчества, наверное, какое-то, креативность. Отечество, креативность, жизненная сила. Откуда к нам жизнь идет? Жизнь идет. Она дает нам розовый цвет щек, блеск глаз, который сейчас у вас в глазах. Это все тот ресурс. Смотрите, когда ребенок дефицитарный, у него чего-то ему не хватило, он начинает деструктивно себя вести внутри. И он разрушает жизнь человека. Не он, а вот это состояние. Это, конечно, состояние внутреннее, наше. И это делает человека серым. Это как бы... Если у нас в периоды в жизни были какие-то, где мы или пострадали, или, опять же, какие-то нарушения были, там как бы перекрыт источник жизни. И что нужно сделать? Нужно обратить на это внимание, дать внимание этому возрасту, спросить, что тебе нужно, дать себе это внимание, это то, что нужно. И тогда источник жизни, как родник, начинает проникать все больше и больше. И это дает силы. Это дает невероятно большой творческий ресурс. Это дает улыбку. Это смех. Ведь дети как хохочут. Когда мы хохочем, иногда мы хохочем, как дети. И это прекрасно. Это замечательное выражение взрослых в таком виде. Это дает невероятный заряд жизненный. И именно, когда ты находишься в контакте, в резонансе со своей жизнью, в ладу с самим собой, в ладу с самим собой, тогда ты в ладу с самой жизнью, и тогда, само собой, ты просто живешь и радуешься, ты вкус жизни чувствуешь. И все у тебя тогда получается, за что бы то ни было. Совершенно верно. Даже если наталкиваешься на какие-то проблемы, ты можешь с ними справляться. Взрослым по плечу очень многие проблемы. И на работу нужно посылать не детку свою, а взрослую. Потому что для детки это слишком тяжело, ходить на работу. И тогда нужно активировать. Есть люди, у которых не активирован взрослый, которые в перманентном детском состоянии находятся. Но хорошая новость состоит в том, что можно активировать взрослую, можно наладить порядок в внутреннем оркестре, и тогда очень многое можно достичь в жизни. У нас остается буквально пару минут, для того, чтобы попрощаться с нашими зрителями. Очень увлекательная беседа у нас сегодня получилась. Действительно очень здорово и интересно. Подозреваю, потому что у нас с вами наши детки были рядом. Да, скорее всего, так и есть. Ну что, мы сегодня закончили с этой темой, да? Я думаю, да. Следующая программа у нас будет посвящена другой теме, какой вы узнаете из наших дальнейших анонсов. Напомню, что сегодня мы говорили о взрослых детях, о том, что делать со своей внутренней деткой, как пустить эту самую энергию в нужное русло. Вы хотели, Диана, что-то сказать? Да, я хотела поблагодарить. Совершенно верно. Во-первых, я хотела поблагодарить наших уважаемых зрителей за то, что они так внимательно относятся к нашей передаче. Сказать вам большое спасибо за ваши письма, за ваши вопросы. И, конечно, мы будем очень рады, если вы будете звонить нам в прямой эфир. Мы ответим на все ваши вопросы. Присылайте, пожалуйста, свои ситуации, свои вопросы. И еще раз повторюсь, что гораздо больше мы сможем вам помочь, если вы наберетесь смелости, если взрослый возьмет дирижерскую палочку в руки и позвоните нам. Вам совсем не обязательно нужно называть свое имя. Вы можете просто рассказать ту ситуацию, которая вас беспокоит в данный момент. И мы будем рады вам помочь. Да, в прямом эфире мы помогаем. На прошлой программе как раз это самое случилось. Для того, чтобы вы знали, куда нам звонить, я напомню вам еще раз наши коммуникаторы. Skype BeHappyTut, электронная почта BeHappyTutSobachKatut.by или телефон прямого эфира 8017-239-5757. Все, на этом мы с вами прощаемся. Увидимся с вами через две недели. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь тут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин